Магистраль М12 от Москвы до Казани правительство России поручило ввести в эксплуатацию всего через 4 года. Поэтому в Подмосковье стройка уже началась. Вячеслав Петушенко, глава госкомпании «Автодор», которая оперирует платными магистралями в России, даже назвал стоимость проезда по будущей платной дороге. За один километр пути владельцу легкового автомобиля придется выложить примерно 2 рубля 50 копеек. Таким образом, проезд от Москвы до Казани обойдется в 2000 рублей. Или на 400 рублей меньше с традиционной 20% скидкой за использование транспондера. Протяженность трассы составит около 800 километров. Однако точный маршрут до сих пор не определен. Проблемным остается обход Владимира, где местные жители протестуют против всех предложенных вариантов трассировки. Между тем «Автодор» отчитался, что количество неоплаченных проездов за последние полтора года уменьшилось в 30 раз. Неудивительно, ведь «Зайцем» объявлена настоящая война. Чтобы неплательщик не смог проскочить за честным автомобилистом, «Автодор» заменил пластиковые шлагбаумы металлическими стрелами. Вдобавок на всех воротах появились светофоры с фотофиксацией нарушений. В итоге проезд на запрещающий сигнал стоит 1000 рублей штрафа. За повторное нарушение в течение года придется отдать уже 5000. По данным самой госкомпании, в начале 2019 года каждый десятый пользователь платных дорог был неплательщиком. В минувшем июне любителей бесплатной езды набралось только треть процента. Трасса М-11 Москва-Петербург стала быстрее. На большом отрезке легальная скорость повышена до 130. Теперь с такой скоростью можно будет промчать сразу 335 километров пути от обхода Торжка и до 543 километра дороги в Новгородской области. Если не учитывать бесплатные плюс 20 километров в час, то указанный сегмент проезжается за 2,5 часа. В перспективе «Автодор» повысит лимит и на других участках. Продолжение следует...